СКОБЕЕВА И ЖУРАВЛЁВ В ПАНИКЕ Слушайте, да пускай лучше это хохотушка Харрис будет, понимаете, в этом отношении. Они собираются там серьёзно, там 500 миллиардов долларов там Украине, там же ещё больше санкций, 3% на ВВП, на НАТО. Как Соловьёв подставил Путина. Ну давайте, в конце концов, формировать. Я очень хорошо отношусь к Китаю. Можно детский вопрос? Как платежи, хорошо пошли? А глава Дагестана выступил против Путина и его СВО? Главврач находится в СВО. Не, ладно, хорошо, главврач в СВО. Чё он туда поехал в СВО? А чё вы туда его отпустили, в СВО? Чё вы его туда отпустили, в это СВО? Это горячие новости, всё самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску, мы создаём этот проект благодаря вашей поддержке. Скобеева и Журавлёв в панике, они вдруг испугались мирного плана Трампа. Теперь уже рассказывают в студии, что лучше бы Камела Харрис стала президентшей. Потому что Трамп развалит так называемую Россию. Вот Помпео, который был госсекретарём в администрации Трампа, он опубликовал буквально вчера, по-моему, мирный Трамп, ну, там, примерно мирный Трамп, вернее, мирный план Трампа. Ого, это ты так боишься, что прямо слова путаешь, а в чём причина? И что там? Ну, слушайте, да пускай лучше это хохотушка Харрис будет, понимаете, в этом отношении. Они собираются там серьёзно, там, 500 миллиардов долларов, там, Украине, там, же ещё больше санкций, 3% на ВВП, на НАТО. Ты бы поменьше говорил и уже бы выбирал, какой вариант тебе лучше, тюрьма или смерть. Потому что говорят, что и там, и там есть свои нюансы, которые для тебя, к сожалению, будут напрямую связаны с пропагандой. Глава Дагестана Меликов прозрел и выдал в эфир такое, за что может присесть лет на 30, только послушайте. Кто у вас там главный врач? Вашей центральной районной больнице, чей родственник? А? Добрый день, Сергей Алимович, он не исполняет обязанности, главврач находится в СВО. Не, ладно, хорошо, главврач в СВО, чё он туда поехал в СВО? Кровью, грехи смывать, что ли? Вот такой задолженности, или чё он туда поехал? А чё вы туда его отпустили, в СВО? Чё вы его туда отпустили, в это СВО? Ну всё, теперь на так называемое СВО поедешь ты. Неужели тебе не ясно было сказано, а не новая элита? Назначить нового главу Дагестана Путину расплюнуть. Так что можешь уже готовиться к новой должности. Вагнеровцев, которым удалось сбежать из Украины, чтобы продолжать воевать уже в Африке с менее вооруженным противником, на днях разбили повстанцы. Причём разбили это ещё мягко сказано. Здесь скорее подходит матерное словцо. Российские патриоты этим фактором, но очень возмущены, как же так, спрашивают они. Более 80 вагнеровцев пакетизировались, 15 попали в плен. Некоторые из ликвидированных даже были в угледаре и бахмуте, спасибо повстанцам. На России появился новый супертренд, ведь китайцы немного, но по-своему поняли фразу «бей бабу молотом, будет баба золотом». И реально организовали конвейер для битья бабку Валда, и нет, речь сейчас идёт не о Вагнере. Света, поаплодируем. Светочка, ты супер! Богиня. Сыраем позвоночник. Вы думали, как появляются ярые поклонники Путина? Этого ещё подождите, то только тренировка. Вот вонзятый в череп ржавый гость, вот тогда споёт песенку про 8 лет. Путин президент мира! Ура! Россияне продолжают ликвидировать сами себя. Не успели они оправиться от прорыва дамбы этой весной, как у них разрушилась ещё одна, но теперь не поверите в Челябинской области. Дома буквально начали идти под воду, а россияне спасаются на крыше. На крыше? Тут вообще пи***о. Мы все тонем, пи***о. Тут всё утонуло, на пи***о. У нас в доме вода, пи***о, просто. Мы сюда на крышу еле забрались, но тут пи***о. Всё смыло, на пи***о. Абсолютно всё. Нет, ну есть в этом и небольшие плюсы. Во-первых, меньше будет жары, ведь покупаться теперь рядом. Во-вторых, меньше будет участников СВО, ведь зачем ехать умирать за тысячу километров, если можно сделать буль-буль прямо под домом? Соловьёв проговорился, что не считает Китай таким уж другом так называемой России. Что с ним теперь сделает Путин? Ну давайте, в конце концов, формировать. Я очень хорошо отношусь к Китаю. Можно детский вопрос? Как платежи хорошо пошли? Ну вот я тебе и говорю об этом. И второй детский вопрос. Скажи, пожалуйста, да. А вот те беспилотники, которые наносят поражение, в том числе и нашим войскам, они где производятся? Не понимаем, чего россияне вообще оценивают Китай как партнёра так называемой России. Китай просто использует её природное богатство и дешёвую рабочую силу. Во всём остальном, Китай вам никогда не будет другом. Уникальное интервью, которое стоило бы посмотреть каждому россиянину. Российский же пилот рассказывает, что весь мир настолько ненавидит россиян за то, что они развязали войну, что с ними даже не здороваются диспетчеры из аэропортов. То есть русских не убирают? Сейчас, да, негативно относятся. Я тебе даже более скажу, что мы, когда летим в Калининград, если ты знаешь, что мы летаем над нейтральными водами, вот с Питера, да, если мы берём лес, и мы пролетаем через сектора. То есть там первый у нас идёт Таллинн, потом там Рига, Матвия и так далее. И ребята перестали даже с нами здороваться. Интересно, почему же так произошло? Может, спросишь у пилотов Ту-95? Они должны знать, в чём причина неприязни к российским пилотам. Глава полиции Московской области пообещал очистить районы от мигрантов. Если вы думаете, что когда-нибудь услышите что-то более нацистское и расистское, то ошибаетесь, хуже уже некуда. Рассматривается ряд законопроектов для удосточения мер принудительного характера для иностранных граждан, которые нарушают законодательство. Как было отмечено, основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, будем так сказать, иностранным мигрантам. Это основная задача. Ещё бы сказал, окончательно решить мигрантский вопрос. Вот это было бы прям один в один. И, конечно, не забывайте, именно они, та страна, которая борется с нацизмом. А это точно не Зигхайль для Путина, вы не подумайте, это просто китайско-индийское поздравление. Тем временем россияне в Краснодаре активно привыкают к новой реальности, реальности, в которой нет света, потому что так называемое СВО точно идёт по плану, правда? Вот так работают генераторы. Для того, чтобы бизнес не останавливался, света нету. Вот тоже генератор. Питерская пекарня, магазин. Ничего, подождите ещё, скоро у вас и салюты будут. Кстати, для них свет не нужен, они и так яркие. На сегодня у нас всё. Спасибо, что смотрите горячие новости. Поставьте лайк, это очень важно для нас. И поддерживайте ВСУ, война продолжается. Гональк, в childhood. Спасибо. На сегодня намного курса.